За моей спиной крейсер «Аврора». А это значит, что мы в городе Санкт-Петербурге, где представляют не обычную для России и не коммерческую, а социальную программу, адресованную молодым водителям. Программу «Водитель Петербурга» ещё 16 лет назад основали питерский автоклуб совместно с офисом губернатора и ГИБДД. Пережив несколько взлётов, программа действует и поныне. Например, на её счету детские курсы по правилам дорожного движения или бесплатная телефонная линия, в помощь оформляющим ДТП по Европротоколу. Новое направление — это пластиковая карта «Молодой водитель», которую намерены раздавать всем выпускникам питерских автошкол. Обладатель такой карты в первые 90 дней своей водительской жизни получает бесплатные услуги — вызов эвакуатора, техпомощь, мобильный шиномонтаж, передвижную заправку и один предоплаченный визит на мойку. Мастера партнёрской СТО готовы осмотреть первый автомобиль перед покупкой, а на место ДТП можно бесплатно вызвать такси, аварийного комиссара, юриста и даже группу физической защиты в случае угрозы. Привет, бандитский Петербург! И да, всё это действительно безвозмездно, то есть даром. От автошколы ничего не требуется, кроме того, чтобы дать своему ученику эту карту. То есть не нужно как-то платить денег, опять же, ни за что, за какую-то регистрацию, интеграцию в систему и так далее. Взамен организаторы программы просят только подписать договор участия и символическое согласие с кодексом водителя Петербурга, который включает самые прописные истины. Не нарушай, не обижай пешеходов и будь вежлив. Сначала создавался проект «Водитель Петербурга» для всех водителей, но потом сменялось руководство города, сменялись вице-губернаторы и так далее, поддержка куда-то уходила. Сейчас они взяли немножко другой вектор. Они понимают, что затаскивать в этот большой проект всех водителей состоявшихся, ну таких, как я, например, 36 лет за рулём, это может быть не самая реальная история. Они решили сконцентрировать внимание на самых-самых-самых начинающих. Логично предположить, что по истечении 90 дней участие в программе будет платным. Но нет, продлить её действия нельзя даже за деньги. Когда я начинал в 2003 году преподавать в автошколе, то в первых своих группах своим ученикам я сам, тогда у меня ещё не было визиток, я делал карточку с машинкой с изображением, с номером своего телефона и раздавал и говорил о том, что вы можете мне в любое время позвонить, я вам дам консультацию по правилам дорожного движения. Мне пока не знакомы в других регионах такого рода программы, честно говоря. Мне кажется, что из этой программы могла бы вырасти, например, большая всероссийская социальная программа. Аналогичных инициатив пока не существует ни в других регионах России, ни тем более на федеральном уровне.